Disculpenos por la pausa. Ya tenemos todo preparado. Мы сегодня будем делать этот цветочек. Hoy vamos a hacer esta flor. Chicas, decidnos por favor, si se ve bien, mal, más cerca o más adelante. Так как я все приготовила, я могу приступать, собственно, к самому дизайну. Anastasia ya está preparada y vamos a empezar a diseñar. Для моего цветка мне понадобится Gel Paint Trinity Beauty, всего 3 цвета. Para hacer este diseño, Anastasia necesita 3 colores de Gel de la marca Trinity Beauty, y 2 кисти, также Trinity Beauty, y 2 pinceles de la marca Trinity Beauty. Один более тонкий, и другой поплотнее. Un pincel más finito, y el otro un poco más grueso. Сначала мне понадобится белая gel краска, смешанная с синим. Para empezar, Anastasia necesita hacer una mezcla de los colores, el blanco y el azul. Я не буду брать много синего, иначе у меня получится не светло-голубой, а слишком яркий цвет. Anastasia no va a coger el color azul mucho, un poco de color azul, para obtener un color azul claro. Hola, Cristina. Сейчас я беру кисть, более плотный, и начинаю рисовать лепестки. Y empiezo a dibujar flor. Hola, Nati. Chicas, decidnos, por favor, como se ve. Я делаю лепестки не узенькими, достаточно широкими, так как наш цветок раскрытый. аянастасия прибор Edwin. очень широк, потому что у нас уже не открыто. Мы сейчас делаем общий фон для цветка и будем потом дорабатывать детали. В принципе, мы начнем с фон для флора, чтобы потом рисовать детали. И ставим лампу на 30 секунд. Пока у меня стоит цветок лампе, я себе приготовлю более темный цвет, ближе к синему, но не чисто синий. Ментраська лампе, анастасия, она готова. И этой же кистью мы будем идти от середины к внешним лепесткам. Я закрашиваю серединку. Вытираю свою кисть и чистой кистью растягиваю этот цвет. Лимпирую пинцель и теперь рестирирую этот цвет по всей флоре. После того, как я это сделала, ставлю в лампу также на 30 секунд. Сейчас мне понадобится чистый синий цвет. Ahora, Анастасия будет красный цвет. Анастасия будет красный цвет. Теперь не применяется красный цвет. Мы также будем наносить этот цвет на середину. Con la misma manera Anastasia va a dibujar el centro de la flor con este color azul, azul no mezclado. Но я не буду наносить в большом количестве, чтобы не затемнить полностью цветок. No coge mucho de este color, porque para que el color, para que la flor no sea oscura. Y con la misma manera estira este color por toda la flor. Немного делает с такими линиями, с прожилочками. Haciendo las líneas muy finas. Y ставлю lampo. Y deja de secar en la cámara. Теперь мне понадобится черный цвет. Ahora Anastasia va a coger el color negro. Но черным цветом мы не будем увлекаться. То есть мы его будем наносить в очень маленьком количестве. Ella no va a coger mucho de color negro. Muy poquito. Сейчас я возьму более тонкую кисть. Ahora coge el pincel más finito. Я затемняю серединку черным цветом. Y pone el color negro en el centro de la flor. Y делаю прожилки черным цветом. Тоненькие. Y hace las líneas muy finitas. Muy finas. Desde el centro hacia las puntas de la flor. Y также ставлю lampo. Y volvemos a secar en la lámpara. 10 секунд хватит. Y bastante para 10 segundos. No más. Сейчас мне понадобится белый цвет. Ahora coge el color blanco. Чтобы высветлить внешнюю часть лепестков. Para hacer que las puntas de la flor sean más claras, más blancas. Я наношу на внешнюю часть. Также не в большом количестве. Пинтам un poquito. Пинтам un poquito. hacia el centro. Pero al revés. Restira el color. Desde la punta de la flor. Hacia el centro. Un poquito. Y ставлю lampo. На 10 секунд. Deja secar en la lámpara. 10-15 секунд хватит. Para 10-15 segundos. Como máximo. Сейчас я возьму тонкую кисть. Cambia el pincel. И мне также понадобится белая гель краска. Y coge el gel de color blanco. Сейчас надо будет поработать над тонкими линиями. Ahora va a trabajar más sobre las líneas finas. Я буду обводить сами лепестки. Va a hacer el contour de la flor. Para dividir cada parte. Но линии я делаю тонкими. Hace las líneas muy finas. Así se ve que la flor ahora tiene cada su parte dividida. Y также белая гель краска. Я поставлю в серединке небольшие точечки. Y también con el gel de color blanco. Pone los puntitos en el centro de la flor. Y также я этой же кистью и белой гель краской. Немножко добавлю венцелёчков. К своему цветочку. И про…! Не знаю, это closestёк. И вму стали. Гель червасты червастопа. И в комфорт. Auch. И ставлю в лампу на одну минуту, чтобы хорошо посушить свою гель-краску. И сейчас мы будем покрывать топом наш дизайн. Этот цветок у вас не будет занимать много времени, так как каждую среду я вам показываю экспресс-дизайны, которые не занимают много времени. Для пинтастики не дарят много времени. Анастасия, каждый вверх, у вас обучение экспресс-дизайны. То есть, вы должны научиться делать это быстро, чтобы не дарить много времени. Анастасия, аура мимо, апплика топ-код, капа, пара, пара финиш, пара финализар. Гель топ-код я использую от торговой марки Enel Nobel. И я ставлю в лампу на две минуты. Также фон не обязательно делать так, как сделала я, с блестками. Можно использовать фон белый, можно даже какой-нибудь голубой. То есть, всё зависит от вашей фантазии. Даже этот же цветок можно сделать в другом цвете. Анастасия, который у нас не требует... Анастасия, который у нас выбран фоне, это не запрет. Для фон-код, я не знаю, что в фон-код, я не знаю, что это не будет. В фон-код или фон-код, это не нужно сделать фон-код. То есть, если вы хотите сделать бланку, то конечно, что вы можете сделать лучше, но вы можете сделать вверх. Прежде чем снимать липкий слой, я подожду, пока топ-код остынет, иначе у меня не будет яркого глянца. Antes de quitar la capa pegajosa, Anastasia будет ждать до того, чтобы снять очень хорошо топ-код, потому что, если у вас будет яркий глянца, то не будет яркий глянца. И я снимаю липкий слой. И quita la capa pegajosa. Ahora sí. И такой у нас получается дизайн. Я tenemos este diseño. Он не занимает много времени. Этот diseño, как мы уже говорили, не будет много времени. И я lo tenemos. Меняем камеру. Vamos a cambiar la cámara. Я надеюсь, вам понравилась моя идея, и надеюсь, что вы будете со мной в следующий среду. Я надеюсь, вам понравилась эта идея. И мы ждём вас на следующий день. Также предлагайте свои идеи, чтобы я вам demostрировала. И напишите ваши идеи для того, чтобы я вам показала. Я вас всех люблю, целую и всем пока! Ус-кире-хан-тодос! Мил-бес-ос! У-н-а-бра-зо! Hasta-pronto! Чао! Чао!